Привет всем, старики! С вами канал LPS Naoki Beauty, либо же LPS Naoki StarCat. И сегодня мы поговорим с вами о начале моего канала, то есть знакомстве с моим каналом. Сегодня я буду отвечать на часто задаваемые вопросы, а также небольшую информацию обо мне самой, хозяйке канала. Меня зовут Ангелина, мне 14 лет, я снимаю с игрушками в Лест-5 шоу. Игрушки Лест-5 шоу мне понравились своим качеством и тем, что я очень люблю животных, поэтому я заинтересовалась этими игрушками и в дальнейшем стала снимать. Я не самый лучший LPS-блогер, так как снимаю на телефоне Samsung Galaxy Note 2, и редактор у меня не один из самых лучших. Редакторами я пользуюсь самыми простыми, такими как Video Show или Video Fixed Music. Но я стараюсь не выделяться от всех лопит-блогеров, так как я тоже хочу быть как они. И вообще мне очень нравится снимать, и я раньше снимала с другими вещами, не LPS, а были совершенно другие вещи. Я с ними снимала. Я очень люблю снимать всякие обзоры, всякие клипы, рубрики, там и все тому подобное. История моего канала. Изначально мой канал создавался очень-очень давно, и я хотела давным-давно заняться за это дело, но у меня были небольшие проблемы. Я, так как я сижу и снимаю в телефоне, открою вам небольшой секретик. За компьютером я сидеть не умею. Да. Эх, ой, совсем не умею сидеть за компом. Да, я все делаю с телефона. Да, в производительской это сложно, но для некоторых может это сложно, но для меня это легко. А вот у меня на заднем плане компьютер, но я за ним не сижу, поверьте. И так вот, какая у меня была проблема. Все это время я сидела в телефоне приложения YouTube на своем канале. LPS, ну, раньше это называлось по-другому, так как я его не знала, как совершенно все делать в YouTube, он назывался по-другому. И я была не в состоянии изменить имя, так как в YouTube требовали вход, а я забыла пароль. То есть, как это было? Я сидела в телефоне, вот в телефоне на приложении YouTube. Вы же знаете, там не полная версия. И там можно сидеть как бы без входа, там вообще можно с любого аккаунта сидеть, она не всегда входить. Но я создавала этот канал, LPS на YouTube, очень давно. И понимаете, я в YouTube-е лох. Лох, да. Вот, я в YouTube-е лох. И, мало того, что я в YouTube-е лох, я забыла пароль. И я заходила в Google, в YouTube, мне требовали там вход. Я не знаю пароль, я не знаю пароль, чего вы от меня хотите, как я могу войти на свой канал, если я не помню пароль. Я создавала этот канал, черт пойми, когда. Я раньше вообще не понимала, что я вообще делал. Что я создаю канал, я не понимала, что я вообще делаю. И вот, и только сейчас, ну как сейчас. Недавно напитывал, что я создала канал на YouTube. Я не понимаю, зачем я его вообще создавала, но я его создала. И тем самым, сегодня я сижу вечером. И, короче, еще раз попыталась войти, так как я очень серьезно настроилась на пьес-блогинг. Очень серьезно настроилась на это, потому что я могу стать там, например, новый канал. Но я решила, этот, так как я имя и аватарку изменила в Google Plus, в Google Plus на телефоне. И теперь я довольно вроде бы готова к съемкам. И вот. Но потом я зашла все-таки в интернет, восстановила старый пароль и зашла на свой новый канал. Ура! Я зашла на свой новый канал. Ура! И теперь я готова снимать. Я постараюсь снимать, но я придумала свой новый сериал. Я буду снимать рубрики, вопросы-ответы, приветы там, конфеты. Да, кстати, дальше будет раздел любимые каналы. Вот так вот, впрочем, и история рождения канала LPS на Олки Бьюти. А так, LPS я заинтересовалась еще давным-давно. Где-то весной 2014. Но коллекционировать стало их намного позже. Я посмотрела первый сериал, который мне скинули в ВКонтакте. Я общалась в беседе с подружками. Тогда я не знала о существовании. Ну, я знала о существовании LPS, но я их не собирала, не покупала еще. Вот. Мне скинули сериал LPS, начиная с его влогера. И мне он показался очень суперским. Простите, звуки на заднем плане, просто и родственники дома. Я вот такая вот. Так вот, мне очень понравились эти герои. Я не знала, что это LPS. Я вообще не знала, что это за зверюшки. И вот, в общем, вот все. И вот так и было. Ну что ж, ребята, в дальнейшем, если я все-таки смогу что-нибудь сделать нормальное, какой-нибудь редактор найти, то, надеюсь, вы будете со мной. И, надеюсь, вы меня будете поддерживать. Пожалуйста, не надейтесь на видео в хорошем качестве. Я бы сама вообще хотела хорошо снимать. Но так как я все равно горю желанием, я раньше хотела тоже снимать, но не хотела позориться на весь YouTube. Идея у меня очень много. Сразу говорю, я очень фантастический человек. Могу придумать все, что душе только захочется. Я очень фантастический человек. У меня идеи. Уйма. Просто уйма. Уймища идеев для сериала. Но я не могу снимать, так как нет камеры, монтажа, и кому захочется смотреть видео в плохом качестве. Конечно же, никому. Поэтому я бросила это дело. Просто бросила, зная, что я никогда не смогу сравняться с другими. Да какой сравняться? Да я по сравнению с ними ничто. Ничто. Но все-таки я решила попробовать. Хотя бы как-то я... Если я не смогу, я уже буду это знать. Если я смогу... Да, ну, вряд ли, конечно, я смогу. Если я не смогу, я буду это знать. И вот так вот. Переходим к категории любимые каналы. О любимых каналах у меня уйма можно даже и не считать. Ну, парочку скажу. Тейлор Свит, Алекс Дарлина, Настя ЛПС, Лис ЛПС. Так, кто еще? Нэка Хинамори, Нэка Хинамори, Нэка Хинамори. Королева Пэтшоп. Но не так уж сильно. Так, потом кто еще? Так, кто еще? Нэка Хинамори, Королева Пэтшоп. Тейлор Свит, Алекс Дарлина. Кто там еще? Литл Таландед Китон. МЛП я не смотрю и ненавижу. Вообще ненавижу. Потом кто у меня? У меня очень много любимых ЛПС-блогеров. Просто уймища. Ну что ж, на сегодня было все. Надеюсь, вам понравилось знакомство с моим каналом. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока всем. И да, кстати, хотела сразу прощаться. Кстати, символом моего канала будет вот эта кошечка. Ее зовут Эрика. Она мне нравится своим позитивным цветом. Да, она очень милая, очень хорошая. Да, няшка, 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 няшка. И еще одна кошка. Это у меня Наоки. В кого я назвал, был канал. Наоки это моя первая стоячка. И думаю, последняя. Она не в самом хорошем состоянии. У нее синенький. Я не знаю, откуда эта, честно, появилась. Но я, ой, господи, извините, привыкла уже к ее виду. Она мне вполне таки себе нравится. И она, мне кажется, индивидуальная. Да, потертости, вот эти все. Но мне все равно, мне главное, что это стоячка. И она моя. Я ее назвала Наоки. Что в переводе, кстати, с японской, означает честно. Мое дерево, я чест, мое дерево. Вы слышали, что я честное дерево. Я никогда не лгу. Потому что я демон. Да, ребят, у меня это расчет какого-то напоминает демона. И я решила, что это Наоки ассоциирует меня. То есть, Эрика, когда я добрая, и то есть, когда я в хорошем настроении, меня ассоциирует, а Наоки, когда я в основном в своем демоническом настроении. Да, кстати, я этот, как его, пессимист. Я, да, я пессимист. Вот такой я человек. Ну, вообще, очень упртый. Упртый. Да. Вот. Наоки, то есть, демон, то есть, да. Вы поняли, короче, связь эту между мной и Наоки. Да. Ну, в общем, так. Так, ладно, все, вали отсюда, вали, вали, вали. Эй, почему это я должна валить? Ты должна валить. Между прочим, в честь меня был назван канал. Дай мне на сайт как-то, вали ли. Ладно, пока всем. С вами была Эрика Мартин Ли. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пока.